Добрый вечер, господа! У микрофона Юрий Пранько. Мы начинаем наш вечерний интерактивный большой канал «Реальное время». В этом часе у нас гость в студии прямого эфира. В следующем подводим итоги за минувшие сутки. Поэтому напомню, средства коммуникации, многоканальный телефон, его номер 65 10 99 6, код Москвы 495. И finam.fm – это наш портал в интернете. Там идет и прямая веб-трансляция. Здесь можно писать, можно звонить, можно слушать, можно смотреть все коммуникации к вашим услугам. Сегодня с 19 до 20 у нас в гостях Вячеслав Лосаков, первый заместитель, представитель комитета Госдумы России по конституционному законодательству и государственному строительству. Вот так очень длинная и витиевато называется комитет, хотя там есть содержательная часть, безусловно, член фракции «Единая Россия». Вячеслав Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Еще добавлю руководитель аппарата Общероссийского народного фронта. Для меня это не менее значимо и важно. Отлично, что вы мне об этом напомнили, потому как у нас и тема программы заявлена Общероссийский народный фронт как новая основа «Единой России». Ну, сразу прям выдвину возражение. Совершенно некорректное название, при всем уважении к вашему радио, потому что мы не являемся основой... А в чем корректное? Нет, подождите, вы мне тогда объясните, вот этот фронт это что? Нет, вот это отнюдь... Общественная структура, которую мы сейчас готовим к регистрации как общественное движение. Поэтому общественное движение уж никак не является новой основой, или как вы сказали, основой «Единой России». Хорошо, вы мне объясните, ваше взаимоотношение с «Единой Россией» ни в чем. Вы же член фракции «Единой России», вы же не будете этого отрицать. Но я не член партии «Единой России». Но вы член фракции «Единой России». В чем разница? Нет, разница большая в том, что мы пришли в Думу, я и мои коллеги, 80 человек, пришли через Общероссийский народный фронт, баллотировались по спискам «Единой России», при том, что подавляющее большинство фронтовиков — это беспартийные люди. И закон позволяет, кстати говоря, проводить высший законодательный орган страны, любым партиям позволяет проводить беспартийных, но практически ни одна партия этого не делает. «Единая Россия» первая пошла на это, с подачей Владимира Владимировича. Который тоже вроде как беспартийный. Он не член партии, да. И суть в том, что «Единая Россия» — это наш партнер, это наш товарищ. Конечно, мы во фракции. Я зачастую не знаю, человек является ли членом партии или не членом партии. Мне это, собственно говоря, в большом счете неинтересно, потому что мы работаем плечом к плечу, мы единая команда. И в этом отношении, конечно, мы не делим себя, друг друга на члены «Единой России» партийцы, члены ОНФ беспартийцев. Но вы подчеркиваете свою беспартийность. Нет, я просто... Потому что некоторые из СМИ, точнее, немногие, пишут, вступил в партию «Единой России» и так далее. Поэтому я все-таки обращаю внимание, что и партия прогрессирует, если она доверяет столь высокие должности, как первый зампред одного из ведущих комитетов доверяет человеку беспартийному. Согласитесь, это все-таки новый тренд. Но мы знаем, что и руководство Думы поменялось, и наша фракция наполовину обновилась, в том числе на одну треть за счет фронтовиков. Но я почему подчеркиваю все-таки некую независимость ОНФ, поскольку это самостоятельная структура. Это проект Владимира Владимировича, он продолжает работать, и задуман был как конструкция общественная, которая будет существовать не менее пяти лет. Он несколько раз об этом говорил, хотя нас также несколько раз некоторые из СМИ хранили, слухи о нашей смерти оказались несколько преувеличенными. Мы живем, развиваемся, более того, мы перешли на новый этап развития, когда мы собираемся, сейчас уже этим занимаемся. Для этого, собственно говоря, и аппарат минимальный создан, который я возглавляю, мне доверили товарищи такую честь, по регистрации движения, то есть по формализации этого движения. Более того, я могу сказать, что мы немного дистанцируемся от партии, то есть если мы базировались, наше региональное отделение базировались в приемных Владимира Владимировича Путина, то поскольку сейчас эти приемные уже не являются приемными Владимира Владимировича Путина, являются приемными Дмитрия Анатольевича Медведева, то вполне понятно, что нам некорректно там оставаться. Мы поэтому переезжаем территориально в помещения общественных организаций, которые в нас сходят, прежде всего профсоюзов, потому что у них есть помещения. На самом деле профсоюзы обладают такой возможностью. Это первое. Второе. У нас, как правило, руководители приемных курировали эти региональные коррекционные советы. Этого тоже не будет. Курировать, возглавлять будут беспартийные. И вообще мы производим не такую перезагрузку, обновляя сеть, перезагружая ее и делая костяк из беспартийных. Простите, пожалуйста, вы говорите, вы немного дистанцируетесь. Насколько немного и что значит дистанцируетесь? От Единого Россия? Вот в прямом смысле этого слова, географически, мы уходим от... Ну, кабинеты поменять, это, по-моему, не суть важно. Нет, ведь дело в том, что мы остаемся партнерами и друзьями. Это несомненно. Но мы приобретаем самостоятельность и автономию. Ведь когда курирует член партии, руководитель, как правило, я возвращаюсь к тому, о чем говорил, как правило, руководитель приемной Путина, то, естественно, установки на работу этой структуры региональной дает партия. Сейчас этого не будет. Установок никаких партий давать не будет. Мы на равноправных совершенно условиях будем друг с другом сотрудничать. Но, конечно, у нас дверь открыта для всех партий. У нас Патриота России, кстати, входит в Общероссийский народный фронт. И каждая партия будет одинаковые права иметь. А помимо Патриота кто-то еще входит? Пока из партии только Патриота России. Вы понимаете, что кто-то еще присоединится? Присоединиться. Я уверен, что присоединятся. Потому что наша задача и наша цель, мы будем во время выборов муниципальных, региональных, поддерживать людей активных. У нас критерий будет эффективность той или иной персонали, вне зависимости от его партийной принадлежности. Если это будет член Единой России, фронт будет поддерживать его. Если это член другой партии, но мы видим, он доказывает свою эффективность, мы будем поддерживать его. То есть в этом отношении ОНФ, он это надпартийная система, и она более представительна по своей сути, чем любая партия. Согласитесь, потому что любая партия ограничивает свой... Вы знаете, мне очень сложно судить вот про ваш фронт, потому что я не совсем понимаю, что это за структура. Я вам пытаюсь объяснить, что это общественное движение. То есть мы немного дистанцируемся от Единой России. При этом 80 человек являются членами фракции Единая Россия, парламентской фракции. Секундочку, нет, вы не путайте депутатов, членов фракции и весь общероссийский народный фронт. Это достаточно большая общественная... А кто это люди? Можете пояснить? Это люди совершенно разных профессий. Это не только люди, физические лица. Это в том числе и трудовые коллективы, это организации. Вы все там штабелями, что ли, вступали? Нет, вступать вообще никуда не надо. Потому что когда мы зарегистрируемся в качестве общественного движения, то закон об общественных объединениях ранжирует формат разных общественных организаций. Например, межрегиональное или всероссийское движение имеет членство. А общественные движения, межрегиональные общественные организации имеют членство. А вот общественные движения членство не имеет. Поэтому к нему может присоединиться любой человек, который разделяет взгляды этой структуры. Савванович, вы сказали, целые трудовые коллективы. Как они вступали? Ну, они просто заходили на наш сайт, общероссийского народного фронта, и заявляли о том, что они поддерживают позицию УНФ и просят считать их членами этого движения. Ну, это вот большие коллективы? Ну, разные коллективы, абсолютно. Разные коллективы. Многотысячные в том числе, да? Ну, и были многотысячные. Вот все эти люди подписывались под каким-то документом? Нет, ничего не надо подписывать, абсолютно. А кто за их, кто имел право за них решать? Мы, а за них никто. Если было собрание, если было собрание, принято было решение, то люди говорили об этом. Но мы как раз эту систему прощаем. После нашей регистрации не надо будет никуда вступать. Вы, если захотите, вы можете озвучить свою позицию, что вот вы такой-то, такой-то, либо такая-то организация разделяет цели и задачи и считает себя партнерами или участниками этого движения. Более того, мы никаких анкет не принимаем и никакого подсчета арифметического вести не будем. Это абсолютно нам ни к чему. Но при этом, вы говорите, есть принципиальное отличие от депутатов Государственной Думы, членов фракции Единой России фронтовиков. Вот в чем она заключается? Нет, но здесь особенность в том, что мои коллеги-депутаты, я в том числе, прошли в Государственную Думу от разных субъектов, но по партийным спискам, не будучи членами партии. Естественно, что мы в данном случае работаем в одной команде с партийцами. Здесь мы составляем одну команду. Но если брать фронт в целом, то фронт это совершенно самостоятельная структура. Она будет сотрудничать с Единой Россией прежде всего, потому что это наши партнеры. Но мы не находимся в неком одном формате. Мы общественное движение, у нас своя сеть, в том числе региональная, у партийцев своя сеть региональная. И они практически не пересекаются. Вы как дополняете друг друга? Ну, дополняем. Мы все друг друга отчасти дополняем. Но вы намерены регистрироваться как самостоятельная общественно-политическая структура? Или только как общественная? Нет, нет. Об этом нет. Закон об общественных объединениях, там нет понятия общественно-политической структуры. Есть общественные движения. Поэтому мы будем регистрироваться об этом. Но при этом вы вклиниваетесь именно в политические вопросы. В том числе и в политические вопросы будем. Вопросы, которые касаются выборов, конечно, мы будем этим заниматься. Вячеслав Лысаков, руководитель аппарата, да? Аппарата. Объединенного общероссийского народного фронта. Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». Сегодня здесь в реальном времени на «Финам.ФМ». Ваши письма на финам.ФМ. Ваши звонки на 6510996, код «Москвы-495». Продолжим после краткого выпуска новостей. 19 часов 17 минут в российской столице. Это реальное время. Сегодня у нас в гостях руководитель аппарата Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы России, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Иванович Лысаков. Вы можете писать на финам.ФМ. Там идет прямая веб-трансляция. Вы можете звонить на 6510996, код «Москвы-495». Пользуйтесь всеми средствами коммуникации. Вячеслав Иванович, а вот есть вопросы, в которых вы расходитесь с «Единой Россией»? Вы спрашиваете меня персонально. Вы спрашиваете меня как представителя фронта во фракции. Наверное, вы понимаете, у самих единороссов тоже разные точки зрения бывают. Судя по тому, как они голосуют, такое не проявляется в публичном пространстве. Нет, вы знаете, ну, когда мы имеем, мы можем высказывать свою точку зрения во время наших конференций, собраний, фракционных групп, у нас несколько фракционных групп. Никто не запрещает человеку не голосовать, воздержаться от голосования или проголосовать против, и никто не расстреляет. Ради бога. Но, как правило, принято считать, что если все-таки фракция большинством голосом приняла решение поддерживать тот или иной законопроект, то мы его поддерживаем. Либо не поддерживаем. Вот. Ну, по каким-то вопросам есть, конечно, разногласия. Это может касаться и конкретных законопроектов. Это может касаться... Можете привести пример? Ну, вот, смотрите, например, значит, мой коллега Сергей Железняк вместе с представителем фракции «Справедливая Россия» выдвинули недавно законопроект, внесли законопроект о обязательности декларирования собственности за рубежом для депутатов. С Ильёй Пономарёвым, да. С Ильёй Пономарёвым, собственности, зарубежной собственности и так далее, активов денежных и прочее. В свою очередь, вчера мы внесли в Госдуму, кто мы, это я, это Валерий Трапезников и представители еще нескольких фракций, всех практически фракций. Это Андрей Луговой, ЛДПР. Он вчера у меня был, мы говорили об этом, да. А, вот, и, значит, коллеги наши из фракции КПРФ «Справедливая Россия», «Справедливая Россия» был Александр Рагеев. Сегодня, кстати, Москалькова Татьяна Николаевна мне звонила, она попросила моего согласия присоединиться, согласие моего и моих коллег, присоединиться к этому законопроекту, который мы вчера выдвинули. Он абсолютно радикально отличается от того законопроекта, который в том числе «Ной справедливой Россией» и «Единой России» выдвинут в этой части. Мы предлагаем запретить, полностью запретить открытие счетов, владение недвижимости ценными бумагами для лиц, замещающих государственные должности, для госслужащих от муниципального до федерального уровня, в том числе для депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков и так далее. То есть это радикальные предложения. Это такой популизм? Почему? Надо делать первый шаг к тому, чтобы представители власти не только декларировали высокие принципы, но и соответствовали им. Если вы пришли служить Родине и народу, вы делаете это. Александр Иванович, а вы не боитесь, что многих людей тогда придется как-то устранить с государственной службы или сферы государственной безопасности? А почему? Ничего подобного, я не боюсь этого. Вы не боитесь? То есть у нас чистые, честные люди в этих структурах? Нет, мы говорим о том, что если человек честен, то он должен тогда себя ограничить в этих финансовых и материальных аппетитах. Мы рисуем новые правила игры, мы тем самым пытаемся изменить мотивацию для некоторой части стеблишмента, который идет в том числе и на госслужбу для того, чтобы откровенно заработать, используя административный ресурс, а потом перегнать деньги на Запад. Мы новые условия игры выставляем. Для людей, если люди будут понимать, что они идут на службу и там есть ограничения, которые их где-то ущемляют, то они не пойдут туда. И пойдут люди, которые действительно озабочены, ну, пафосно звучит, благом Родины. Ну, тем не менее, это так. Я с уважением отношусь ко всем инициативам законодательным, но рассматривали вы с коллегами такое очень, в общем-то, популярное понятие, как трастовое управление активами, где не указываются конкретные имена бенефициаров, но фактически это возможность управлять активами, счетами, движимым и недвижимым имуществом за пределами Российской Федерации. Нет, пускай это будет все-таки в пределах Российской Федерации. Это будет лучше. Мы считаем, что это принципиальная позиция Российского народного фронта, причем консолидированная позиция. И я, наверное, думаю, что Андрей Луговой лучше разбирается в этих вопросах, наверное. Я с ним общался, вы знаете, у него все очень радикально. Он предлагает, я его спросил, я говорю, вот трастовое управление, доверительное управление. Нет, этого нельзя, надо все закрыть, надо все запретить. Нет, я думаю, что... Вячеслав Иванович, не запретите вы этим людям, понимаете? Ну, каким людям этим? Вот тем людям, которые сейчас на государственной службе, и которых вы пытаетесь поддавить вот с зарубежной точки зрения. Мы не только пытаемся поддавить, мы, во-первых, пытаемся создать условия для следующего поколения госслужащих. Это первое, это тоже надо учитывать. Это первый кирпичик. Все-таки это не только декларации, которые мы от всех наслушались, но и попытка воплотить эти декларации в форму закона. Если человек не устраивает эти условия, он волен сделать выбор, он может уйти с госслужбы. Я не думаю, что это... Да, Луговый мне тоже об этом сказал. Мы даем человеку правовый выбор. Более того, мы не режем по-живому. Мы даем... Ну, во-первых, мы исходим из того, что все-таки надо обеспечить независимость Российской Федерации, и в том числе не предвзяться с управленческих решений. Вот этим вызвана наша попытка создать такой правовый механизм. Но мы по-живому не режем. Мы даем возможность в течение полугода предпринять соответствующие мероприятия для... А, то есть вы даже предлагаете мораторий, да? Определенный временной лаг? Да, по законопроекту для того, чтобы обеспечить закрытие счетов и отчуждение имущества. Мы даем полгода. Если вы получили наследство, мы вам даем год. Ну, закон дает год, законопроект дает год с тем, чтобы также провести отчуждение этого имущества. Если вы вступили в должность, а закон уже работает, вам тоже дается полгода для того, чтобы привести все в порядок. То есть никто никого не подлавливает. Более того, есть исключения в законопроекте. В том случае, если человек приобрел имущество, открыл... Да, это все касается и лиц, входящих в этот список, и их супруг, супругов несовершеннолетних детей. Просто говорю, потому что возникают вопросы. А дети, а жена, муж и прочее. Делаем исключение для тех, кто по роду деятельности своей служебной покупает имущество. За границей открывает счета. И делаем исключение для тех, кому необходимо получить образовательные и медицинские услуги. Это святое дело. Мы считаем, что сюда можно потратить деньги. Подождите, еще раз его уж простите за уточнение. Потому что это действительно очень принципиальный законопроект, который вы внесли с коллегами. То есть это будет распространяться на конкретное физическое лицо, но не на членов его семьи. Или будет распространяться? В том числе. В том числе. Да, конечно. Отвечал. Я членов семьи, то есть супруг супруг и несовершеннолетние дети. Причем список может быть. Ну, ближайшие, да? Да, но список может быть, кстати, за... Ведь это мы вносим поправки в закон о противодействии коррупции. Это 273 ФЗ 25-12-2008 года. И в уголовный кодекс, который в данном случае будет предусматривать наказание в случае соответствующих деяний со стороны этой группы лиц. Штраф 5 от 5 до 10 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Репрессивный закон. Ну, как репрессивный. Вы знаете, ну, где-то, наверное, надо и репрессии применить. Уже давно пора. Поэтому, опять же, право выбора человеку остается. Либо он остается на госслужбе, если его это устраивает. И приводит в соответствии с законом свои денежные дела и материальные. Либо он покидает эту службу. Мы говорим все-таки о непредвзятости управленческих решений. Они не могут быть непредвзятыми в том случае, если человек, как я говорю, одной ногой живет в России, а другой ногой находится в другой стране. Нет, а почему вот вы против доверительного управления? Ну, вот человек... В общем-то, эта практика очень распространенная, да? Люди зарабатывали, имели определенный достаток, приобретали активы. Не только на территории, в данном случае, Российской Федерации, но и за ее премиелами. Они решили пойти на государственную службу, да? Или их избрали депутатами Государственной Думы. И человек, эта нормальная процедура передает в доверительное управление. Но мы говорим о том, что доверительное управление может быть. Но пускай оно будет на территории Российской Федерации. Все-таки. Не надо укреплять экономику чужих стран. Вы представитель власти. Вы олицетворяете власть, систему. Вы призываете граждан быть государственниками, быть патриотами. При этом вы делаете прямо противоположное. Здесь вопрос. Здесь большая моральная составляющая. И она является, может быть, определяющей. Потому что, когда обычные рядовые граждане смотрят на выступления людей, обреченных властью, они между собой говорят, ты начни с себя. У самого-то, небось. Это правда. Поэтому мы пытаемся привести это в соответствии с общественной моралью. В этом месте большая социальная справедливость. Это первая попытка все-таки конкретных шагов в этом направлении. Вот смотрите, одна из последних инициатив предыдущего президента и нынешнего премьера Дмитрия Анатольевича Медведева была в том, чтобы принять закон о контроле не только за доходами, но и расходами государственных службщиков. Почему-то Государственная Дума не рассмотрела этот закон. В чем причина? Я сейчас затрудняюсь сказать, почему мы не рассмотрели. Возможно, хотя, конечно, приоритетно рассматриваются законопроекты, которые выдвигает президент, прежде всего, и правительство. Я просто очень хорошо помню, как раз была его финальная спичка. Я могу сказать, что здесь никакой теории заговоров, потому что сверхплотный график работы Думы был. Я могу сказать, что мы задержались, даже не ушли на каникулы. Мы брали дополнительные дни и работали очень напряженно. Поэтому вопрос не снят с повестки. Смотрите, закон по НКО приняли, по клевете приняли, по митингам приняли, все приняли. А вот эту инициативу третьего президента как-то проигнорировали. Нет, проигнорировали нельзя сказать. Я думаю, что вопрос перенесен на осень. Этот вопрос требует уточнения, сейчас не готов сказать. Но с большой долей вероятности и уверенности могу сказать, что перенесен на осень. Мы вернемся. Вячеслав Иванович, до новостей хочу все-таки еще один момент обсудить. Во-первых, это, конечно, трастовое управление. Если уж вы там решили что-то подкрутить, стоит обратить на это внимание. Хотя это будет очень сложно регламентировать, в силу того, что это право применения происходит за пределами Российской Федерации. Там нет бенефициаров, физиков, я имею в виду. Я не знаю, там прокурор, депутат, сенатор, кто угодно может иметь доли и, соответственно, распоряжаться ими. Но, вот смотрите, еще я неспроста вас спросил по поводу чиновников и их семей. Под словом чиновников буду обобщать, все госслужащие, силыки и так далее. Есть такое понятие, конфликт интересов. Очень известная история с одним из вице-премьеров и его второй половиной, которая стала очень успешной бизнес-вумен. Я никого не подозреваю, в конце концов, есть на то СКР, Генпрокуратура, ФСБ и другие специальные службы. Но, согласитесь, есть такое понятие. И не просто понятие, а реальность. Это конфликт интересов. Когда человек, находясь на госслужбе, принимает решения, которые могут быть опосредованно, но все-таки связаны с бизнесом ближайшего семейного окружения. Как здесь быть? Мы знаем практику западную, в том числе американскую, когда коммерческая деятельность, которую вел кандидат, который стал президентом, отдается в соответствующее управление, при том, что он не имеет право знать о результатах этого управления, о том, куда вкладываются его денежные активы, насколько эффективно они работают и прочее. То есть здесь все-таки есть отстраненность, вполне эффективная отстраненность. Нет оперативных управленческих решений. Да, вот. То есть есть отстраненность и так далее. Идет и идет дело. Может быть, на плюс, а может быть и на минус. И это считается нормальным. Другое дело, что все-таки, возвращаясь к нашей ситуации, мы говорим о том, что спроецировать подобную модель взаимоотношений, все-таки с учетом того, что такое управление, я вернусь к тому, о чем говорил, такое управление возможно на территории Российской Федерации. Вот в этом радикальность нашего предложения. Но это невозможно, потому что активы находятся там. Значит, надо решить вопрос с переводом этих активов сюда, если деньги, если эти активы заработаны честным путем, продекларированы, пусть они перетекут сюда и укрепляют российскую экономику. Но мы посмотрим, как наши коллеги, сведующие все-таки в этих сложных финансовых механизмах, откомментируют и, возможно, внесут поправки при втором чтении. Потому что в втором чтении зачастую законопроект достаточно значительно изменяется, в том числе и в лучшую сторону. Мы будем внимательно следить за развитием этой ситуации. Вячеслав Лысаков сегодня в реальном времени. Продолжим после краткого выпуска новостей. 19 часов 32 минуты. Это Финам-ФМ. Реальное время. И сегодня у нас в гостях Вячеслав Лысаков, депутат Государственной Думы России, член фракции «Единая Россия», руководитель аппарата Общероссийского народного фронта. Вячеслав Иванович, хочу вернуться все-таки к Народному фронту. ОНФ, и я хотел то же самое сделать. Вот смотрите, то, что вы подчеркиваете, пусть даже незначительную дистанцию, некоторые, скажем так, эксперты воспринимают как попытку перезапустить «Единую Россию». Но после известных высказываний господина Навального, после, в общем-то, достаточно большого шлейфа, который продолжается, многие заговорили о том, что сам проект «Единая Россия», он завершился. Не в буквальном смысле, но он уже подходит к такой стадии, когда, знаете, вот у нас там были «Выбор России», «Наш Дом России», было единство, да, теперь «Единая Россия», «Единая Россия», в общем-то, скоро почти в бозе. И попытка людей Путина и его окружения в создании ОНФ – это перезапуск. Вот как вы воспринимаете подобные реплики? Я думаю, что некорректное сравнение. Мы отнюдь не стартер «Единой России», который запустит «Единую Россию». Мы можем простимулировать ее и стимулируем наверняка, в том числе и своим появлением в Думе. Пришли новые люди с незашоренным свежим взглядом, которые, возможно, не отравлены, не побоюсь этого слова, партийной идеологией, многим надоевшей уже и так далее. Но, тем не менее, мы, повторяю, не стартер «Единой России», зависит от «Единой России», как она будет развиваться, действительно ли она завершит через какое-то время свое существование, или она будет, как птица-феникс, возродиться из пепла и получит новые силы, новый импульс. Зависит это от людей. Я вам могу сказать, что я знаю многих членов партии, реально работающих. Ну, я вот от Московской области баллотировался, по Московской области вижу, да в том числе и по Государственной Думе, по другим регионам. Прекрасных людей, причем убежденных партийцев. Среди них очень много отставников. Сегодня вот День Десантника, поздравляем, конечно, десантников. У нас есть десантники везде, и в Думе, и в администрации президента. Люди, которые прошли горячие боевые точки, кровью своей, скажем так, ну, кровью своей окропили, в том числе и наше благополучие. И, возвращаясь к партии, могу сказать, что очень много людей, повторяю, эффективно работающих и не зашоренных в том числе, со свежим взглядом, которые переживают за партию, переживают за Россию. И если они будут свои усилия, свою работу, свои желания воплощать в реальные дела и будут консолидироваться, тогда партия обновится. Если партия очистится от приспособленцев, которые есть, партия обновится и будет жива. Если туда придут новые свежие силы, может быть, из ОНФ кто-то придет, это совершенно нормальное явление, то партия будет существовать. Вставить крест на ней очень рано. Я не считаю, что она завершает свой круг, а попытка, как вы говорите, попытка Путина и его окружения с помощью ОНФ дать новый импульс Единой России, и первоначально она, возможно, была, но это не главная цель, это не самоцель, точнее. Многие говорили, что ОНФ создан для выборов, и потом его закроют, используют и выбросят. Ничего подобного, мы живы, мы работаем, у нас очень много планов. Более того, я вам скажу, вы мне спросили, а что такое ОНФ? Я его рассматриваю, это движение, эту структуру, как инструментарий для решения системных задач и для помощи конкретным людям. Вот на федеральном уровне наша задача, построив региональную сеть, дать возможность людям в регионах реализовать себя. Там много очень талантливых, ярких людей, которые знают, как надо делать и что надо делать. А что значит реализовать, то есть помочь в реализации, как вы деньгами им будете помогать, в чем? Нет, деньгами мы не будем помогать. С чиновниками, нужными знакомить. Нет, мы будем в том числе их поддерживать при выборах в муниципальные собрания региональные и Думу. Но это не Единая Россия, да? Нет, это ОНФ, это ОНФ. Мы будем помогать им интегрироваться во власть, для того, чтобы они имели возможность принимать властные решения. Это первое. Мы будем помогать им реализовать себя и свои проекты, в том числе и включая наши административные, не повесь этого слова, ресурсы, наши хорошие отношения с Единой Россией, да? Наши возможности, наши инструментарии. Ведь никто не забывает ни на минуту, что на всякий случай все-таки автор, отец этого проекта, руководитель проекта Владимир Владимирович Путин, но остается. Я его спрашивал в нашей последней встрече, останется ли он председателем Координационного совета, на что он ответил, что закон не запрещает этого. Поэтому мы надеемся, что после регистрации, о необходимости которой он нам сказал, он останется либо формально и неформально председателем Координационного совета, либо лидером останется, может быть, не занимая там должность формальную. Это как ему будет удобно, это не имеет значения. Но получается, все-таки вы альтернатива Единой России? Да нет, абсолютно, мы не альтернатива, потому что партия есть партия. Задача партии прийти во власть. Задача любой партии. Ну так и вы же сказали, упали минуту, что вы будете продвигать талантливых, умных, продвинутых во власть. Ну само, нет, ну партия, когда приходит во власть, она все-таки занимает нишу. Ну если вы в верхний, выше законодательный орган, она занимает нишу, она образует фракцию. Мы к этому не стремимся на сегодняшний день, не стремимся. Мы хотим помочь. Но не исключайте, что в дальнейшем могут такие истребления появиться. В дальнейшем все может быть, в дальнейшем все может быть, пока нам хватает работы на ниве общественного движения. Но есть люди яркие, если мы считаем, что они достойны работать на муниципальном, региональном или всероссийском уровне, то мы будем таких людей поддерживать и продвигать, в том числе используя наши хорошие партнерские отношения с «Единой Россией». Я в прекрасных отношениях с Сергеем Неверовым, Сергеем Железняком и так далее, с Андреем Воробьевым. Мы в очень хороших отношениях, дружеских. Поэтому, если мы будем считать, что вот этого человека надо поддержать, будь он член «Единой России» или не член «Единой России», мы его будем поддерживать и просить об этом наших коллег «Единороссов». А если так получится, что вы, я имею в виду члены ОНФ, примут решение поддержать гипотетического Иванова, который критикует очень жестко ту же «Единую Россию». Ничего страшного в этом нет. То есть поддержите? Нет, ничего страшного в этом нет. Более того, если мы где-то будем конкурировать, мы должны договариваться. Политика – это все-таки искусство компромиссов, искусство договариваться в этом состоит. Поэтому здесь я не вижу никаких противоречий. Но то, что это инструментарий, я убедился на собственном примере. Я еще не будучи депутатом, но будучи членом Федерального Координационного Совета, который возглавил Владимир Владимирович Путин, смог с помощью профессионального сообщества, помог профессиональному сообществу пробить, продавить, пролоббировать поправки в закон о такси. Был принят закон о такси, который вступил в силу с 1 сентября прошлого года. Он, к сожалению, был несовершенен, был рассчитан на крупные города, и провинция была в полном шоке. Люди массово уходили в тень, массово уходили в теневую зону, в серую зону. Поэтому нам удалось убедить, опять же, используя авторитет ОНФ, провели первый всероссийский съезд 3 августа. Кстати, 24-25 в Питере будем второй всероссийский съезд таксистов проводить. Удалось убедить, в том числе и руководство партии, оно нас поддержало, руководство страны в лице Владимира Владимировича. И мы провели поправки в первом чтении 17 ноября, через два месяца после вступления в силу закона. Беспрецедентный случай. Ведь авторы этого закона, депутаты того созыва Думы, часть из которых сейчас и в этом созыве присутствует, несли репутационный урон. Но нам удалось убедить, и прежде всего того же Владимира Владимировича Плигина, я убедил в том, что эти поправки крайне необходимы. И этой весной уже были приняты поправки во втором-третьем чтении. Я их формальным автором являюсь. Я автор этих поправок, но они сделаны с помощью профессионального сообщества, с помощью гражданского общества. И удалось это сделать столь оперативно. Только благодаря Общероссийскому народному фронту, его авторитету, его возможностям. То есть я это рассмотрю как инструментарий. Это не самоцель. А фронтовики поддерживали скандальные законопроекты, те же инициативы господина Сидякина о митингах? А я вам могу сказать, поддерживали, я вам могу сказать, что мы провели, я ведь еще являюсь лидером движения «Свобода выбора», что тут уже вы не стали, там слишком много регалий. Но я и остаюсь руководителем общественной организации. Я могу сказать, что мы провели 10 российских акций. Но у нас лозунги были экономические, не было политических лозунгов. И мы никогда не кидали бутылки в голову полицейским. У нас ни одного сломанного пальца ни у кого не было. У нас ни одного человека сапогами не заталкивали в автобус ОМОНовский. Потому что я всегда с ОМОНовцами смотрел в глаза в глаза и договаривался. Я говорил, что мы нормальные российские граждане, мы не экстремисты, мы не собираемся бить витрины. То есть, подожди, а вы считаете, что политические лозунги это экстремизм? Нет, нет, нет. Политические требования? Нет, я просто уточняю, с какими мы выходили. С экономическими. С экономическими. При этом нас из экономических лозунгов могли трамбовать. Это было в 2005 году, первая акция была, прошла в защиту праворульных автомобилей. Тогда эти вещи были для полиции в новинку. Абсолютно. Поэтому приезжали не только полицейские, приезжали и сотрудники ФСБ. И нас и снимали, и ОМОН выстраивался цепочкой и так далее. Тогда очень осторожно к этим вещам относились. Но я повторяю, что у меня не было ни одного задержания, ни одного избитого человека. А сейчас вы поддерживаете. Поэтому я поддерживаю именно потому, что если вы проводите акцию, не ставя своей целью нанести вред кому бы то ни было, если вы не натягиваете на лицо черную маску, если вы не бросаете в голову ОМОНовца бутылку, не прокалываете колес ОМОНовского автобуса, как это делали добропорядочные женщины, мы все видели эти видеофайлы, да, то вам и беспокоиться не о чем. Вас никто в соответствии с принятым законом проведения митингов, демонстрации массовых мероприятий, вас никто не тронет здесь, бояться нечего. Более того, я вам скажу, что когда пошли угрозы со стороны, значит, некоторых кругов по поводу закона о агентах, иностранных агентах, да, когда нам стали грозить тем, что нам закроют визы, вся фракция, вся фракция подписалась под этим законопроектом, если вы не знаете. Мы просто все подписались, мы не были с авторами, с авторами была группа наших коллег, но попытка давления на нас, попытка напугать нас тем, что мы не получим визы, а такие, значит, от ряда политических деятелей обещания были озвучены, подвигло нас к консолидации, и мы все вместе, партийные и беспартийные члены фракции, все подписались под этим законопроектом. Вы не видите никакой скандальности в этом законе. Я не вижу, вы знаете, я вам скажу откровенно, когда вот в самые тяжелые времена, когда я возглавлял общественную организацию, мне есть нечего было, я круглые сутки занимался общественной работой, я весь был в интернете, я весь был в переписке и так далее, но я не взял ни копейки из иностранных грантов, я знал, если я возьму гранты, организацию задушат. Я не имел на это права, хотя меня знали и в посольстве США, и все меня знали, я не брал ни копейки, потому что я считаю, что если я пытаюсь навести порядок в собственной стране, я не должен это делать на иностранные деньги, это мое внутреннее убеждение. Поэтому я со спокойной душой, с чистой совестью поддержал закон об иностранных агентах. Попытка мониторить ситуацию, это не попытка мониторить ситуацию, это попытка вмешательства в наши внутренние дела, это попытка изменить политическую ситуацию, политическую обстановку на западные деньги. Таких вещей не должно быть. Обстановка настолько слаба, что не может противостоять? Она может противостоять, но это аморально, все-таки пытаться изменить, в том числе и политический строй. В этом уголовной ответственности это уже не мораль. Секундочку, мы говорим о том, что если вернуться к закону о массовых мероприятиях, о митиканных демонстрациях, мы говорим о том, что надо уповать на административные меры воздействия, не доводить до уголовщины, потому что если мы молодого человека, который натягивает маску, оштрафуем на достаточно крупную сумму, это удержит, возможно, его от того, чтобы пырнуть ножом в бок ОМОНовца. Но таких же фактов не было? Нет, таких фактов, их и не должно быть. Но именно Единая Россия сгущает краски. Вот вы сейчас говорите, что потенциально кто-то может пырнуть ОМОНовца. Нет, 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 я в ответ на замечания некоторых панетов, которые говорят, только уголовная ответственность за это есть, что вы штрафы-то вводите? А зачем нам выводить людей на уголовную ответственность? Может быть, в профилактических целях остановить человека на полпути от преступления? Вот о чем разговор. Перевемся на краткий выпуск новостей, затем продолжим. В 19.47 здесь у нас в реальном времени Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы, член фракции Единой России, руководитель аппарата Общероссийского народного фронта. Ваши вопросы на наш многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. И ваше письмо на наш портал финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Вячеслав Иванович, ну вот здесь масса людей, Юрий, Сергей, Егор, если обобща, значит, задают вопрос. Скажите, пожалуйста, на какие средства содержится ОНФ? Как вы думаете, это я сейчас цитирую, в данном случае конкретное письмо Юрия, следует ли государству финансировать какие-либо партии, движения? Спасибо. Ну, во-первых, ОНФ не существует на финансовые средства. Это общественная нагрузка. Я говорил о том, что это состояние души. Мне нравится это. Ну, а помещения вы арендуете? А какие помещения? Ну, где вот в... А мы, в том числе, вот если я и коллеги мои по Думе, мы встречаемся в Думе. А, ну, то есть получается Единая Россия. Нет, государство оплачивает. Нет, секундочку, в Думе не только Единая Россия. Нет, мы можем встретиться и в кафе, это не это... Но этот вопрос решится, когда мы зарегистрированы. То есть денег нет вообще? Нет, сейчас денег нет вообще, абсолютно. Ну, конечно. Вы что? Так нам никто не... Так я вам скажу, что свобода выбора, которую я возглавляю, не имеет ни копейки. Мы отказались от взносов, потому что люди взносы не платят. Вот... А что, Владимир Владимирович жалеет на вас денег? А... Он же не может выделиться. Нет, секундочку, а куда эти должны деньги пойти? Объясните мне. Ну, как, вот вы говорите, вы будете создавать региональные организации. Вы теперь будете регистрироваться, да? Вот смотрите, значит, вот общественные, те площадки, которые нам предоставят члены... Наши члены Общероссийно-народного фронта, то есть общественные организации, но они имеют площадь, они могут нас спустить в одну комнату, в которой мы можем раз там в неделю собираться. Ну, наши коллеги в регионе. Это не требует дополнительных расходов, не требует. Вполне возможно, что будет создан фонд. Есть устав, есть алгоритм работы общественных движений, есть взносы, если есть членство, и есть пожертвования со стороны физических лиц организаций. Если будет необходимость, то будет открыт счет для создания фонда поддержки, в данном случае, Общероссийского народного фронта. Я не думаю, что это проблема, и здесь обычные стандартные ситуации, есть общественные организации. Мы, например, свободу выбора, сначала получали небольшие деньги, но получали от взносов. Потом взносы прекратились. Люди российские готовы поддержать вас морально, готовы поддержать делами, но деньгами немножко прижимисто. Хотя знают, что деньги пойдут на дело. Ну, вот такая вот у нас, может быть, недосциплина. Слушайте, ну вы уникальные просто проекты общественные, без денег. Он не один. Я вам на примере своей организации говорю то же самое. Шесть лет люди занимаются общественной работой. Может, пока есть, а? Не, абсолютно нет. Нет, сейчас... Ну, вы спросите, зайдите на сайт... Ну, как, структура Владимира Путина, фактически. Ну, будем называть вещи своими именами. Неужели... А структура неформализованная, абсолютно. У нас есть Федеральный коррекционный совет, который собирался, ну, раз в месяц. А региональные коррекционные советы собирались на базе, я вам говорил, на базе приемных Владимира Владимировича Путина. И для этого выделялась комната... А приемные за счет чего были открыты? Нет, приемные существуют... Они как кандидат в президент? Нет, нет, нет. За счет средств, партийных средств есть фонд поддержки партии. Там все как бы легально. Там не единороссы оплачивают? Нет, там легально, конечно. Да, они нам оказывали организационную помощь. И в этом, ну, скажем так, не материальную, но помощь, в том числе, организационно-техническую, скажем так. Поэтому сейчас у нас нет необходимости претендовать на какие-то средства. Когда мы формализуемся, тогда, конечно, будет необходима все-таки работа аппарата, работа, возможно, минимум актива, возможно, освобожденного на местах. Но, скорее всего, нет. Все-таки, скорее всего, центральный аппарат будет. У нас есть институт социально-экономических и политических исследований, институт Федорова, который получил новые импульсы, новое руководство и так далее. То есть, в принципе, как бы есть мозговой центр. Но то, что мы регистрируемся, это правильно. Но у нас есть другая отличительная особенность ОНФ. Я хотел бы два слова буквально о ней сказать. Я бы назвал это народностью, потому что вот тот широкий, тот спектр, который представляет общественное движение, а не партия, он значительно шире, чем спектр, который представляет партия. К нам идут многие люди, которые никогда ни в одну партию не пойдут. А в ОНФ они идут. Они верят в том, что ОНФ может помочь, что с помощью этого инструментария, как я его называю. Слушайте, вот что значит помочь? Я не могу понять. Я понимаю, что помочь, там, Путин может помочь, да? А как фронт может помочь? Направить Путину письмо? Нет, нет, а фронт... Помогите вот этому конкретно Иванову, потому что он гениальный. Я вам сказал, что фронт, как инструментарий, помогает решать системные задачи, а также... Федеральный уровень. И федеральный уровень, а также помогать конкретным людям и решать региональные проблемы. Для этого существует региональный коррекционный совет, существуют активы на местах. Люди очень активные, которые, если закрывают одну дверь, они стучатся в другую дверь. И мы со своей стороны, когда я вижу, что человек не может пробить бюрократическую стенку, тогда уже мы на федеральном уровне связываемся с губернатором, с вице-губернатором, с мэром. И используя свой авторитет, свои возможности, я не побоюсь, этого слова уже называл административный ресурс, можно так назвать. Мы, ну, учитывая, что в данном случае я представляю не только Госдуму, не только представительный орган, но и представляю ОНФ, то есть проект Владимира Владимировича Путина, конечно, пользуясь авторитетом Путина, пользуясь возможностями ОНФ, мы многие вопросы решаем, используя ОНФ как инструментарий. То, о чем я говорил. Пойдем дальше. Вячеслав Лысаков здесь у нас в реальном времени. 65, 10, 99, 6 и финам.фм, наши средства связи. Единственное, всех сейчас попрошу быть лаконичными. Ну, у нас слушатели очень въедливые. Сергей тогда спрашивает, а кто финансирует сайт ОНФ, сайт в интернете? Ну, сайт ОНФ, во-первых... У нас слушатели, они такие. Нет, сайт ОНФ сейчас, ну, если не заморожен, то ждет лучших времен, то есть регистрации. Мы после регистрации возобновим его работу. И, конечно, он будет работать, я думаю, что более эффективно, но в том числе за счет средств, которые будут направлены на работу аппарата. Это все-таки фонд финансовой помощи, в который могут вносить взносы любые граждане Российской Федерации. Это позволительно и разрешено законом в отношении любой общественной организации. Здесь никаких проблем я не вижу. Добрый вечер, как вас зовут? Эдуард Великий Луки. Да, Эдуард, пожалуйста. Вопрос следующий. Иисус Христос оставил универсальный нравственный императив, который звучит так. И во всем том, как хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступайте с другими. Вопрос гостя в студии. Считает ли он, что этот принцип применим в политике, в политическом оппоненте? Да, спасибо. Я думаю, что этот принцип можно и нужно реализовывать, и нужно его придерживаться, потому что очень полезно ставить себя в ситуацию, в положение другого человека, с которым ты контактируешь. Это крайне полезно. Поэтому я думаю, это вне зависимости от вероисповедования универсальный принцип. Алексей из Москвы пишет. Добрый вечер. Никак не могут ответить ваши гости. Почему никак, я цитирую письма без редактуры, не ратифицируют Европейскую конвенцию о противодействии коррупции? Слава Иванович, может, вы ответите? Почему до сих пор Госдума так упирается? Ну, я, во-первых, не могу отвечать за грехи своих коллег прежних созывов. Я только пришел в Думу. Поэтому готов отвечать за судьбу или перспективу тех законопроектов, которые мы рассматриваем сейчас. Вы говорите, да, о том, что действительно не ратифицируют? Ну, я думаю, что я не вижу здесь каких-то непредалимых преград. Я знаю, что и более простые, скажем, законопроекты, отвечающие здравому смыслу, необходимые, до этого не озвучивались и не реализовывались. Но это не значит, что это невозможно в ближайшем будущем. Я думаю, что мы дойдем и до этой темы в ближайшее время. 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм, наше средство связи, руководитель аппарата Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков здесь у нас в реальном времени. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, Виталий Москва. Да, Виталий. А вы знаете, у меня какие-то комментарии не будут. Я слушаю, в общем-то, вашу передачу сейчас с гостями с самого начала и чувствую себя каким-то полностью одураченным. Что так? Потому что ни в одной, по-моему, с европейской стране нет вот такой чуши. Фракция «Единая Россия», какой-то фронт. Какой фронт? А с кем воевать-то они собрались? Спасибо большое. Спасибо, Виталий. Ну, может, эмоционально, но каждый имеет право на осуждение свое. Виталий, я понимаю, что сидит вечером с другом, расслабляется, слушает, удивляется. Но, видимо, он первый раз услышал про общероссийский народный фронт. Там был вопрос. Нет, а я отвечаю, что мы этот вопрос также задавали друг другу и Владимиру Владимировичу Путину. Значит, что касается других стран, то там есть движение, общественные движения, в том числе и фронты были у некоторых наших соседей, не очень дальних. Ну, ведь фронт – это не только борьба. Но в советскую эпоху надо добавить. Да, в советскую эпоху, да, в советское время. Фронт – это не только борьба, это передовая линия. Бороться? Бороться есть с чем. Бороться с… Или с кем? И с кем, и с чем, и с бюрократами, и с нашей расхлябанностью, и с кадровыми ошибками, экономическими ошибками. Есть с чем бороться. Но в данном случае фронт олицетворяет собой передовую линию людей активных, социально активных, общественно активных, и не более того. Ну, тут очень много вопросов, таких достаточно жестких. Например, Денис пишет. Шойгу Лариса Кужугетовна, Сибирский федеральный округ, попала в депутаты через праймерис, вопросительный знак. Вот действительно очень интересная особенность возникает, да, в предыдущем правительстве, которое знал господин Путин, там был семейный подряд, и известны конкретно имена и фамилии министров, да, которые, ну, супруги, а некоторые из них являются ближайшими родственниками. Один первый вице-премьер, бывший, да, другой министр, в том числе и нынешний. Здесь вопрос по тем принципам, как проходят люди в Государственную Думу. Как-то можете прокомментировать? Ну, я могу сказать, что в Государственную Думу прошли наши коллеги Господин Гудкова с сыном. В Государственную Думу находятся, да, уважаемый господин Жириновский с сыном, кстати, толковый, толковый очень... Игорь, да. Да, Игорь Законодатель, мы в одном комитете по Конституционному законодательству и госстроительству, вот. То есть получается так, что Единая Россия не лучше и не хуже других, да? Здесь, да, не отличаемся ничем, но если в Думе находится человек, который имеет известную фамилию, это не значит, что он бесталантный человек, который туда попал по блату. Он может быть... Я не знаю, к сожалению, госпожу Шойгу, ну, знаю, в смысле, визуально знаю, но не знаком лично, не беседовал. Но я могу сказать, что вот среди тех людей, которые по линии УНФ попали в Думу, ну, подавляющее большинство, оно мне знакомо, это люди все достойные, абсолютно достойные. Ну, и завершая наш разговор, Вячеслав Иванович, я правильно у вас понимаю, что вообще Российский Народный Фронт вы убеждены, будет и в дальнейшем жить. Ну, как минимум пять лет. Как минимум пять лет, конечно. Как минимум... А через пять? Через пять будем живы, будем еще жить, дальше будем жить. Ну, то есть все разговоры о преждевременничестве... Не, 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 о смерти, о нашей, они преждевременно. Пока Владимир Владимирович находится в политического руля, это его проект, проект будет жить. Но когда-то же он уйдет. Вы же понимаете, когда-то это произойдет. Ну, когда-то, когда-то все будет, давайте доживем до этого времени. Я надеюсь, что рано или поздно он уйдет все-таки. И не потому, что ему не позволит, а потому, что, ну, есть временной лаг. А УНФ, возможно... 18 лет. Нет, да. По-моему, уже достаточно. Нет, вполне возможно, что УНФ к этому времени трансформируется еще во что-то. Главное, чтобы от этого была польза для России. Спасибо большое. Вячеслав Лысаков. Реальное время. Финам. 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 Финам.